Семь жен, тяга к европейскому комфорту, постоянная ложь в эфире и любовь к Украине. Я почувствовал себя более украинцем, я почувствовал себя своим. Что из этого является симптомом, а что частью личности, самого беспринципного пропагандиста? Вы скоты, живите так, как вам говорят. Прямо сейчас все шокирующие подробности. Важный момент. У меня есть инсайдерская информация, что он очень тяжелый. Отбросив эмоции, постараемся составить психологический портрет рыцаря ядерного апокалипсиса и радиоактивного пепла. И ответить на вопрос, who is Дмитрий Киселев? А еще лучше поддержать нас кнопочкой спасибо, чтобы не стать как зритель Киселева, которым не хочется думать. Дмитрий Киселев. Фигура медийной фауны России настолько яркая, что не разобрать его, все равно что забыть упомянуть о том, что солнце восходит на востоке. Дурной тон. Для начала давайте коротко пробежимся по страницам биографии нашего субъекта. Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года. В этот же день, 21 годом ранее, в нацистской Германии создано гестапо. Совпадение? Не думаю. Выбор в жизни Киселева это отдельный вид искусства. Он окончил две спецшколы, французскую и музыкальную по классу гитары. Выучился на фельдшера, а после медучилища поступил на скандинавскую филологию в Ленинградский университет. Будто ошпаренный пропагандист в прямом эфире мечется от версии к версии, чтобы окончательно запутать зрителя в попытках оправдать режим и обелить диктатора. Смешно. Вернувшись в Москву, Киселев работает в норвежской и польской редакциях Центрального радиовещания на зарубежные страны Гостелерадио СССР. На излете перестройки он променял радиоэфир на голубой экран. Сейчас Дмитрий Киселев генеральный директор Международного информационного агентства России Сегодня и заместитель генерального директора ВГТРК. Цинизм, вдохновенное вранье и полное отсутствие моральных принципов сделало его флагманом российской пропаганды. Киселев в 90-х Это эталон честного журналиста. В России, в общем, никогда не действовали законы. Оружие и сила являются практически единственным методом решения каких-либо проблем. Вот он в далеком 1999 году с ясными и добрыми глазами учил студентов журналистской этики. Подача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Тяжело показывать всю картину мира, когда обзор заслоняет линия партии. 25 лет назад Киселев даже предсказал будущее. Мы обнаружим себя просто в грязи, купающимся, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. И вот там мы себя найдем. А ниже уже опуститься будет нельзя. Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Так кто же он на самом деле? Честный журналист, сломанный системой и вынужденный приспосабливаться или хитрый до мозга костей манипулятор? Чтобы это выяснить, мы обратились к специалисту, кандидату психологических наук и профайлеру Дмитрию Попову. Похотливый манипулятор-гамаков. То есть ничего нового. И я могу все это доказать. Я просто социально опасен. Заинтригованы? Тогда все по порядку. Впервые Киселев женился в 18 лет. А потом еще 6 раз. Причем каждый брак по какой-то странной причине он регистрировал в ГАКСе. Каждый брак длился очень, ну кроме последнего, очень недолго. То есть человек похотливый. Человек любит женщину и стремится обладать так вот на большем их количестве. Он искусный манипулятор. Мастер театрального сарказма и апокалиптической риторики. Карикатурно. Медийному макеавеллизму Киселева позавидовал бы сам Никола Макеавелли. Он постоянно манипулирует общественным словом через свои программы. Ну, например, очень простой пример с Навальным. Он на одной из программ повторил слово Навальный по связке с словом «идиот» порядка за 10 лет. Идиот. Ну, идиот и идиот. Если и Навальный идиот, они что, тоже идиоты? Идиоту. Если даже Навальный и вправду идиот, допустим, согласились, идиот. Для неотягощенного интеллекта русского зрителя, когда всплывает фамилия Навальный, следующий порт у Ай-пидио. Больше похоже на комплекс дрессировки и эксперимент, чтобы выработать у зрителя условный рефлекс. Только вместо слюны вырабатывается ненависть к оппозиции как таковой. Нет пока ответственной оппозиции, способной взять власть на выборах и не пустить государство под откос. Протестная уличная оппозиция настаивает на политической конкуренции. Но готов к ней? Вот драма. Лишь Путин. Киселев – полиглот. Он владеет английским, французским, норвежским и шведским. Также читает на исландском и датском. А лучше всего щебечет на языке лести, лжи и манипуляции. Больно вспоминать и страшно подумать, где бы мы все сейчас оказались, если бы не Путин. Интересно, где бы оказался Путин, если бы не Киселев и ему подобные? Я бы сказал, что самый шершавый язык на телевидении России – язык о Киселево, который ближе Путину. Путин, как человек деликатный, чувствуя безусловную разницу в весовых категориях, парировал бережно. Путин категорично подводит черту. Путин здесь заканчивает просто наотмашь. И сталь в голосе не оставляет уже никаких сомнений. И вот подобными пассажами он постоянно Путина выгораживает и делает из Путина картинку такую, что это не просто мессия. То есть, в принципе, Исусу Престул далеко до Путина вообще. Вообще, в принципе, похвалом этого самого манипулятора Киселева. Киселев – безоговорочный обладатель звания «самый шершавый язык на Диком Западе». Порой кажется, что главная цель его передачи – не рассказать о главном за неделю, а петь дифирамбы вождю и всячески возвеличивать Путина. Президент Путин сохранит стабильность государства и общества как условия развития. Путин собрал Россию за эти 20 лет. Мы ведь лишь при Путине исторически совсем недавно стали доверять государству. Россия без Путина еще не жизнеспособна. И при этом он использует очень простую манипуляцию. Манипуляцию такую. Посмотрите, он сказал вот это. И после этого он говорит следующее. Но даже сама эта возможность уже страхует страну. Страхует от внутренних интриг, попыток затеять передел в расчете, что глава государства все равно уйдет. Не все равно. России смута или даже просто неопределенность в контексте столь серьезных рисков не нужна. Естественно, вот я сижу как россиян, допустим, ем, доедая свою кильку, выпивая поярчников. И тут вдруг мне говорят, что если без Путина, то это смута, беспредел, неопределенность. Да я просто сейчас подпрыгну и волнуюсь голосовать за Путина. Ну, то есть, ну, манипуляция чистейшей воды. Трудно поверить, что этот же человек с 2000 по 2006 год работал на украинском телеканале ICTV. Носил вышиванку, варил борщ и признавался в любви к Украине. Да, действительно, я почувствовал себя более украинцем, я почувствовал себя своим. И я уже переживаю за Украину. А может, Киселев глубоко внутри до сих пор считает себя украинцем? И каждый раз пересиливает себя, обливая грязью любимую страну? Это чистая манипуляция. Он работал на канале ICTV достаточно много времени, в российском канале. То, что он классно видит конъюнктуру и классно ее использует в своих целях, но это его не отнято. То есть, манипуляция под то, а что они аккординатные. Рубрика иронична. Дед Киселева по матери родом с запада Украины, а отец служил в Киеве. Получается, происхождение профессионального украиноненавистника довольно тесно связано с Украиной. С ненавистью Киселева к Украине может конкурировать только ненависть к Европе. Меня Европа от Европы тошнит. Что-то в 90-х тошнота не мешала Киселеву получать грант от Еврокомиссии, колесить по миру и вести программу «Окно в Европу», которая пропагандировала европейские ценности. Удивительным образом желание посещать Европу пропало одновременно с вводом персональных санкций. Для меня Европа связана уже с перегрузкой какой-то, путешествием. И все же путешествия по Европе, видимо, оставили неизгладимый след в сознании нашего субъекта. Киселев – гомофоб с гиперфиксацией на мужских гениталиях. Он упоминал несколько раз мелкие гениталии мужские. Поэтому тут его сексуальность, его хохотливость тоже имеет место быть. Один озабоченный турок все время дочил свой окурок. Компенсация маленького пениса. Пенис у Трампа, цитата, «меньше среднего». Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член? Зачем? Почему? Вам это ничего не напоминает? В любом случае ассоциация с чем-то очень мужским. Как только есть хоть какой-то повод зацепиться за какое-то отличие человека, например, его сексуальная ориентация, он сразу за это цепляется и производит просто, по мнению русского зрителя, просто разоблачающий атомный удар по этим людям. Я считаю, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать. Ну, да, маку. Да, маку. Кроме фиксации на мужских половых органах и желания обладать как можно большим количеством женщин, у Киселева есть еще одна влажная мечта – материальное благо. Он очень меркантеет. И вот это влагопалубное его строение в коттебелях, его винные погреба, его винное производство. Причем он это делает не потому, что он такой любитель вина. Это тоже имидливая и меркантильная его реализация в этом мире. Деньги для него, я думаю, что важнее, чем для Соловьева и чем для Скобей. Просто джентльмены о деньгах не говорят. Зато с удовольствием рассказывают, как отгребают от украинской земли в оккупированном Крыму. Объясняя свое разбитое лицо или, как выразился Киселев, смену имиджа. Я сажал в коктебеле маслины. Мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся. Лицом проехался по гравию. Видите, следы от камешков. Просто потому, что Киселев нарцисс. И если есть возможность посветить лицом, каким бы оно ни было, чтобы искупаться в лучах славы и обожания, он ее использует. Его нарциссизм также не позволяет ему признавать, что он был где-то неправ. Извиняться за ложь или развенчивать многочисленные фейки вести недели. Хватит мямлить. Пора говорить, как есть. Киселев так много врал и манипулировал общественным сознанием, что сам собой напрашивается вопрос, а верит ли он сам в то, что говорит? Я не пилю признаков лжи, когда он это вещает. Но, учитывая то, насколько много раз он менял свою точку зрения, до того, как вступил на этот путь, который ему приносит, сейчас просто поток денежных знаков. Я думаю, что это его временное представление, и он обязательно ее изменит, как только для этого будет денежная необходимость. Что ж, Дмитрий Киселев покорил все возможные высоты искусства манипуляции. Довел до совершенства умений из банальных новостей делать психологический триллер с элементами фантастики, но главное – показывать единственно верную точку зрения за соответствующую сумму. Он – профи-прагматик, колеблющийся вместе с линией партии. Он – гуру российской пропаганды и один из самых мерзких ее представителей. И времени, чтобы изменить свои взгляды или, может, покаяться, осталось не так уж много. Во-первых, 70 лет старичку, а во-вторых, у меня есть инсайдерская информация, что он очень тяжелый, онкология. Дела у него дрянь. А с таким раскладом остается только выслушать заключение специалиста. Дмитрий Киселев не является пациентом психиатрической клиники, не является пациентом психолога. Это хитроделанный делец. Который использует свои манипуляторские способности, отточенные на очень высоком уровне, для того, чтобы получать материальную приваль и складу. Но, учитывая то, что он натворил, я думаю, что дело закончится трибуналом. Но если он не успеет уйти до трибунала. А там места хватит на шабиниться всем. Вы были на канале Нехта Лайв. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше пользователей YouTube. А если у вас есть возможность, поддержите нашу работу материально, став спонсором. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok